Доброе утро, зрители StopGame.ru! Инфакт в выходной день? Это просто праздник какой-то? Сегодня будет много новостей на тему не самых заметных и громких релизов и анонсов, которые меж тем всё же заслуживают внимания. Вот, например, Focus Home Interactive представила миру игру Oversight. Да, через C почему-то. Чтобы лаконично описать природу проекта, создатели прибегают к характеристике XCOM встречает Dark Souls. От первой здесь тактические бои, а от второй мрачный готический стиль, преисполненный боли и отчаяния. По миру игры распространяется некое страдание. Из неизвестных измерений прибывают ужасающие другие. И вся надежда на спасение в итоге возлагается на армию дочерей. Отголосков величайшего воина в истории. Любопытно то, что игроку по ходу дела придётся выбирать, какой из своих воительниц пожертвовать, невзирая на возникшую эмоциональную привязанность и на прокачанные характеристики. Кстати, геймплей, судя по всему, будет не прям вот как в XCOM. Как сообщается в пресс-релизе, в основе лежит система динамической временной линии, которая позволяет планировать движение наперёд и выстраивать впечатляющие цепочки действий и контрударов. Oversight выходит летом 2020-го на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Понравилась такая минималистичная палитра? Окей, спускаемся ниже. При этом не отдаляясь от темы страдания и кошмара. Любопытный проект World of Horror дорос до стадии раннего доступа. Внутри вас будут ждать несколько уникальных героев и 12 тайн. И это в целом немало, учитывая, что количество тайн автор Павел Казминский к релизу собирается дотянуть до значения 20. Ну, как минимум. Что же это за ужастик, как будто в пейнте нарисованный? Прежде всего, он действительно рисуется в пейнте. Что же касается геймплея, то тут сплетены головоломки, поиск улик, сражения с потусторонними существами и даже в какой-то степени рогалик. Некоторые элементы World of Horror генерируются случайным образом. В качестве художественных ориентиров Казминский прежде всего называет рассказы Лавкрафта и работы художника Дзюнди Ито. Надо отметить, аудитория сей эксперимент приняла очень тепло. На данный момент у игры 98% положительных отзывов. Присмотреться к World of Horror получше вы можете сегодня вечером на нашем Твич-канале. Вася и Флин планируют устроить пугающий стрим. Так, ну, полагаю, надо разбавить повествование чем-то жизнеутверждающим. А что может быть более жизнеутверждающим, чем симуляторы выживания? Особенно от Obsidian Entertainment. Да, наверное, это окажется для кого-то сюрпризом, но известные ролевики решили попробовать себя в новом жанре. С игрой Grounded, которая все никак не разживется полноценной презентацией. Кстати, онную ждать осталось недолго. Авторы покажут геймплей, иллюстрирующий опасности микромира 29 февраля на PAX East 2020. Однако, у игры уже есть страничка в Steam, на которой, во-первых, указаны системные требования, а во-вторых, перечислены особенности стартовой версии. Итак, ранний доступ, без которого само собой не обойдется, предложит вам примерно 20% сюжетной кампании, три основных биома, луга, живая изгородь и туманная локация, крафт, строительство базы, одиночный режим и онлайн-кооператив, оружие и броню первого и второго уровней, как минимум 10 видов насекомых и режим арахнофобии. Когда Grounded запустится в раннем доступе, к слову, это случится не только на ПК, но и на Xbox One, по-прежнему неизвестно. А вот что касается полноценного релиза, то тут авторы робко упоминают 2021 год. Как там Иван Лоев говорил, для узкого круга ценителей, находящегося в другом узком круге, что-то в этом духе. В общем, во вселенной 40-тысячной Вахи стало одним проектом больше. Называется он Daka Squadron и представляет собой аркадный экшен про орков на самолетах. Игрок сможет выбрать орочью фракцию и отправиться бомбить неприятеля, пользуясь Daka Jet'ами, Blitz'а-боммерами и Бёрна-боммерами. Конечно, тезис от авторов, гласящий, что Daka Squadron – первая видеоигра, созданная с нуля орками для орков, фена наверняка привлечет. Но почему-то ощущение традиционного Ваха-проходника пока не выветривается. Ну ладно, посмотрим. Релиз запланирован на 4-й квартал 2020 года. Чтобы вы не пропустили очередной феномен игровой популярности, отмечу успехи мультиплеерного проекта Temtem, где надо не только выполнять квесты и обустраивать свое жилище, но и дрессировать существ для сражений. Да, прям как в покемонах. Собственно, питомцы в Temtem и визуально вызывают те же ассоциации. Так вот, скромный проект за месяц разошелся тиражом более полумиллиона копий, что, надо полагать, обеспечило ММО долгую жизнь. Во всяком случае, авторы уже готовят полноценный план поддержки и работают над консольными версиями. Пока что игра доступна только на ПК. Узнать полезную и не очень статистику, собранную разработчиками за этот месяц, вы можете, воспользовавшись ссылкой в описании. Там же, как обычно, перечислены наши свежие материалы. На выходных на stopgame.ru произошла ковровая бомбардировка обзорами. В итоге ими обзавелись Coffee Talk, Fire Emblem Free Houses Cindered Shadows, The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, The Blind Prophet и Snack World The Dungeon Crawl Goal. Фух, это было непросто. Все, продуктивной вам недели. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok